Скажи, пожалуйста, а вот ты, когда немножко в сторону ушли от кино, капельку, вот когда ты пишешь музыку свою, потом ты выступаешь на сцене, сейчас я пробую соединить эти, вот тут ты пишешь, тут выступаешь, ты работаешь с какими-то образами? Конечно. Или все-таки эта музыка, вот она как, объясните. Ну, когда я пишу, это, естественно, я просто пишу, и это я, как правило, делаю в абсолютном одиночестве, и потом достаточно долго, у меня не пишутся вещи быстро, поэтому я их пишу достаточно долго, вот потом вещь вот готова. Я уже начинаю над ней работать в момент, когда она переносится на студию, на самом деле. Вот на студии уже образы у тебя рождаются, потому что если ты пишешь музыку, находясь один, то уже на студии ты работаешь в коллективе, так или иначе. А потом уже идет сложный процесс притирки этой вещи к публичному исполнению. А ты чувствуешь, что вот ты стоишь на сцене, ты вот об этом, а они по-другому. Ну, пока вот еще не об этом. Вот ты как им, ты им подстраиваешься под них? Нет, нет, я стараюсь найти то, это мое, которое их проймет, если я точно знаю, что эта песня должна пронять. Вот она должна победить, эта песня. Значит, я буду делать, оставаясь собой, искать такую форму подачи, да как бы туда, чтобы не под них подстраивалось, а чтобы они настроились на мою волну. Скажи, пожалуйста, а вот такой вопрос. Представляешь, наверняка такие были в зале, появляется какой-то чувак, Сашок. Да, Сашок. Сашок, давай, конечно. Еще часто Игорек. Да, вот это. Игорек. Вот что ты с этим делаешь? Ну, вот честно, вот не в смысле, как ты его отвечаешь? Отвечаем нам, интеллигентно, неважно, да? Нет, неважно. Вот внутри, что происходит? Ну, если я уверен в том, что мне удастся даже этого вот паренька там в конечном итоге перетянуть на свою сторону. Ну, условно, конечно, перетянуть на свою сторону, не всегда это, естественно, удается. Но если я уверен в том, что я возьму контроль над ситуацией, то я, конечно, просто конкретно на этого человека не обращу внимания, потому что он для меня будет просто частью моей творческой задачи. Но все равно это ранит. Конечно, естественно. Но мы же вообще ранимые ребята. Ну, конечно, естественно. Творцы вообще ранимые ребята. Ну, на самом деле, знаешь, я вот так думал над темой ранимые, уважаемые наши зрители. Я вот больше чем уверен, что Александр говорит под словом ранимые, это не то, когда иногда в жизни тебя там как-то обидел милиционер. Нет. Или обидел близкий человек. Под словом ранимые это происходит такая штука. Я вот скажу от себя, а Александр подтвердит, ну, со своей точки зрения. Знаете, когда вы что-то делаете абсолютно, может быть, заблуждаясь искренне, в том, что так надо жить. Вот это ваши концепции. И потом находится человек, который как-то очень фамильярно. Да, очень. Фамильярно, типа такая рубашечка. Вы нарядились на сцену. Да. А вы даже не думал об этом. Просто делал то, что удобно. Да, да, да. Но бывают же такие вещи. Бывают, конечно. Вот какое восстановление. Вот как вот, вот концерт не получился, зрители что-то. Вот как ты восстанавливаешься? Ну, я, наверное, приду домой, посмотрю или какой-нибудь мой любимый фильм. Или послушаю мою любимую музыку, или почитаю мою любимую книгу. Ну, наверное, вот первое, что я сделаю, это, наверное, все-таки фильм посмотрю. Вот меня фильм в этом смысле восстановит. Потому что это сразу и картинка, и образ мой любимый. И я могу там свои какие-то любимые фильмы два, три, четыре раза смотреть и пересматривать. А у тебя есть фильмы, которые ты можешь недосматривать? Понимаете? Вот такие, посмотрел, 15 минут выключил, потом еще посмотрел. Абсолютно спокойно. Вот какой такой для тебя есть фильм? Ну, наверное, их несколько. Ну, один из таких фильмов, вот долгие годы со мной этот фильм «Семь самураев Акира Курасавы». Вот прям долгие годы. Я могу с любого момента посмотреть, неважно, где он будет. Вот прям вот, я не знаю, даже с закрытыми глазами. Все равно вот даже этот маленький эпизодик, который я посмотрю, что-то моей душе опять скажет, как-то меня поддержит и как-то меня настроит. Это вот один из фильмов. Вот, «Мертвец» смогу, наверное, посмотреть вот с разных кусочков. Как ни странно, может быть, смогу посмотреть, наверное, «Рестлер» смогу тоже, вот из последних. Да, наверное, «Рестлер». Я уже его несколько раз пересматривал, в том числе несколько раз пересматривал именно кусочками. Не от начала до конца, а вот так вот бах и ткнул. Что-то, наверное, попало это вот в мое ощущение, в мое состояние, да, нынешнее. Вот такой фильм могу из нашего, ты знаешь, наверное, мне кажется, что ко мне «Мухтар» могу посмотреть с любого места и любой кусочек. Но плакать хочется? Да, конечно. Однозначно. Но «Мухтар» точно совершенно. Удивительно, да? Сто пять раз. Три тысячи раз. Да. Все время подходит комок. Да, когда вот там это, все равно подходит комок, и это нормально, я считаю, что так и должно быть. Но согласись же, это не сценарий. Вот комок-то. Нет, это там все вместе. Это вот, 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 там все вместе. Там все сошлось, да. Знаешь, на самом деле, опять-таки, если мы говорим про артистов, и у тебя вот есть опыт тоже сниматься в кино, я в последнее время, вот, «Чужие» с американцами сейчас снимаю, на ощупь, я перестал давать считать сценарий артистам. Мне американцы этому не то, что научили, они просто, мы общались, а в Америке сценарий – это очень интимная штука. Во-первых, очень засекреченная. Да, очень. Знаете, давайте сейчас я всем Александру пришлю сценарий, Петрову, Ивану. Не пришлют. Как это так? Это, 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 это документ. Точно. Во всем мире, уважаемые зрители, происходит следующим образом. У меня есть идея. Я вижу Александра в такой-то роли. Я с ним встречаюсь. И говорю, у меня есть такая вот идея. Идея, да. И уважающая семья артиста, например, Кейн Спейси, например, он не читает сценарий, не читает сценарий, а сейчас режиссером и говорит, «А расскажи мне, расскажи мне эту сцену, как ты собираешься сделать». Или что, рассказывает одну какую-нибудь сцену, и он говорит, я снимаюсь. Вот обычный подозреваемый, скажем, вот еще один, кстати, фильм с его участием. Я снимаюсь, потому что этого достаточно. Потому что для меня всегда важный был момент, знаете, какой? Есть прекрасный драматур Шекспир. Редкий спектакль, который я видел, хороший. Хороший. Согласен? Да, абсолютно. Это невозможно смотреть. Не потому что время ушло. Нет, нет, нет. Не получается. Очень сложно. Хотя вот так берешь, Гамлет. Как вам роль Гамлета? Мечтаю. Мечтаю. А ребята, которые собрались это сделать, не Гамлет. Не Гамлет. Не Гамлет. Вот, поэтому я хочу пожелать, Александр, тебе такую вещь. Я в этом совершенно четко уверен, что вот я за кино, у которого есть позиция. Можно соглашаться, наглашаться, да? И я мечтаю о том, чтобы, честно говорю, увидеть тебя в том кино, в котором ты бы сказал, знаете, вот я прожил там год с этой командой людей. И у меня просто был такой случай, когда мне позвонил один артист. Вот я снимал «Муму» 10 лет назад, и после эфира на канале «Культура» в очередной раз он звонит и мне говорит, Юр, знаешь, я весь фильм проплакал. Говорит, что? Он говорит, ты знаешь, у меня в жизни больше ничего не было. Ну вот, так что я бы вспомнил. Поэтому я хочу пожелать, чтобы у тебя появилось кино. Не музыка, музыка у тебя есть, которую ты бы сказал бы. Я прожил этот год, вот этот продукт. Вам не нравится, нет проблем. А вам нравится, но это мое, и я готов бить. Я за это готов биться. Будь здоров. Спасибо. Фрагмент фильма «Бразилия». Алло. Алло, Сэм, ты где? Алло. 11 часов. Что? Сейчас 11 часов. Мистер Куртсман? Да. Не спится? 11 утра. Разве? Не электрика, а сущий кошмар. Да, знаю, послушайте. Как, у вас тоже? Да. Да, я сейчас прибегу. Да, всего доброго. Здравствуй, Сэмми. Ну, что скажешь? Замечательно, Сэмми. Не представляю, что бы я делал, если бы вас повысили. Ну уж на этот счет не волнуйтесь. Правда, если бы вы получили повышение? Я уже говорил, я бы отказался. Нет, честно? Честно. Приказ о повышении. Это ведь все ваша мать? Снова дергает за веревочки. Сэм, пора бы уже повзрослеть, взяться за ум. Твой бедный отец пришел бы в ужас от подобной карьеры. Мама, сколько можно вмешиваться? Мне не нужен карьерный рост. Меня все устраивает. Глупости. Посмотри вон на Джека Линта. Куда глупее тебя, зато при амбицирах. Мама, я думал, мы поговорим. Поговорим, поговорим. Ой, да Сэм! Боже, при ней. И это, как ее там? Сэм? Вы на канале Иван. У нас в гостях был рок-музыкант, артист, исполнитель популярных песен или непопулярных песен, но хороших песен, Александр Эвск-Кляр. Мы говорили о кино. Вы были вместе с нами. У нас сегодня такой немножко кривой эфир, потому что я уезжаю по своим делам. Но на следующую передачу, я надеюсь, вернусь, и мы будем уже общаться вместе с вами. Мы подводим небольшой итог этой передачи. И когда мы говорим о музыке и говорим о людях, которые делают музыку, конечно, это такие определенные интимные отношения, когда люди собираются, и вместе появляется нечто. Появляется нечто в любви, и это вас радует. Вот вы... Я вас просил посмотреть два фильма. Фильм «Бразилия», где потрясающая музыка. Ну, и не только музыка, там много потрясающего. Отсюда растут корни всех фильмов фантастических, реалистических, комедийных и так далее. Это масса всего, что было сделано прекрасным режиссером Тейлем Гильманом. И фильм «Дорс» Оливера Стоуна. Это, на мой взгляд, один из лучших фильмов, как уже говорил Скляр, о музыке, о людях, рок-музыке. Да, Стоуна обвиняли в том, что он сделал слишком неврастеничного Моррисона, хотя он был гораздо спокойнее. Но это уже какие-то определенные тонкости, касающиеся, наверное, людей, которые близко и знали Моррисона. Но я считаю, что это лучшая роль Уэлла Килмора. И мне кажется, что таких музыкальных фильмов очень мало. Если вы знаете, уважаемые зрители, пришлите мне, я с удовольствием посмотрю, где все-таки баланс художественного произведения большой. И музыка присутствует на том месте, на котором она должна быть в картине. Вы знаете, я сейчас неожиданно вспомнил фильм, который я бы хотел, чтобы вы посмотрели. Хотя я не думаю, что он из разряда уровня Дорс, но он получил Оскара за лучший монтаж звука. Это Александр Раш. Я могу ошибаться, но помню, что точно Раш. Там играет Уильямс, комедийный актер американский. И там главный герой мальчик, маленький, который там становится музыкантом. Это один из лучших фильмов за последнее время, сделанный хорошо по звуку. Если у кого-то есть возможность дома, имея хоть небольшой домашний кинотеатр, вы услышите, как сделан звук, как собираются шумы, что слышит молодой мальчик, когда проезжает троллейбус, когда постовой крутит палочку, да, и так далее, и тому подобное. Из этого шума города создается музыка. Это очень трудно записать, это очень трудно все это скомпоновать. Вот фильм, могу ошибаться, извините, но, по-моему, Александр Раш. Ну, вот Раш, я точно помню, да, какой-то вот Раш. Это очень мелодраматическая история, рекомендую посмотреть с семьей. Получите удовольствие абсолютно все, вы вдоволь можете поплакать. Это бывает очень хорошо, я уже говорил, что женщины дольше живут, потому что они иногда плачут, а до слез их, они говорят, что доводят мужчины. Так вот, наверное, на самом деле мужчины их доводят до слез специально, чтобы уважаемые женщины долго жили. Поэтому плачьте в удовольствие и плачьте только на кино. Потому что плакать жизни все-таки, я считаю, что не надо. И вот сейчас нагнетается, вы видели по телевизору, истерия. В Мексике этот грипп, все уже боятся, свинячий, поросячий грипп приходит, 60 человек умерло, все уже в панике, это уже какой-то кошмар. Поверьте, это другая часть полушария, не думайте об этом. Даже от простого гриппа, к сожалению, умирает какое-то колоссальное количество людей. Поэтому нужно делать прививки, нужно предостерегаться. Но самое главное, не думайте о плохом. Вот вы не пускайте в себя плохое, не смотрите эти мексиканский грипп, а то сейчас вы будете тоже чихать и превращаться в хрюшку. А я думаю, что нам это не грозит, у нас есть свои проблемы. И не пускайте в себя плохое. Следующее кино, которое я хочу вам порекомендовать и объявить тему следующей передачи, которая будет через неделю, в четверг, это спецэффекты. Такая интересная тема, спецэффекты за или против. Для меня есть ответ, что такое спецэффекты в кино. И мы об этом будем говорить в следующей передаче. У нас в гостях будет Дмитрий Такаяков, это супервайзер, человек, которым я работаю давно. И он работал на всех, наверное, шумных картинах в плане создания спецэффектов. Он расскажет, как это делается, в чем проблема, как получается выпознать в прямой эфир. И мы будем общаться уже в прямом эфире, что такое спецэффект за или против него. И рекомендую вам посмотреть следующий фильм, тоже по теме спецэффектов. Очень интересный фильм того же режиссера, который делал Бразилия. То, что я вам рекомендовал, Терри Гильмана, это фильм «Барон Винхаузен» с Умой Турман. Это не группа, у нас канал музыкальный, многие сейчас знают, ой, наверное, это группа Умой Турман снялась. Нет, в этот раз группа Умой Турман не снялась. Это снялась, на мой взгляд, очень интересная актриса Умой Турман, которая сыграла одну из главных ролей в фильме «Барон Винхаузен» Гильмана. Поэтому посмотрите, там очень интересно сделаны спецэффекты. Они там все из фанеры. При этом берут картины 35 миллионов долларов, очень интересное кино, можно смотреть с ребенком, и вы увидите свое, ребенок свое, очень хороший фильм. Итак, это «Барон Винхаузен». Он «Барон Винхаузен». Барон? Барон Винхаузен? Только я могу положить конец войне. Как это понимать? Только я могу ее закончить. Потому что я ее начал. Давай! Я не опоздал? Нет. Как раз вовремя. Казначей, позвольте моему другу взять из сокровищницы столько, сколько может унести самый сильный человек. Все. Уносите. Я хочу вам напомнить. Рецепт, то, что мы сегодня готовили. Мы готовили креветки. Нашему гостю Скляру понравилось. Это горячая закуска. Это довольно-таки было сделать несложно. Мы взяли креветку, раскрыли ее вот так, как бабочку. Сделали небольшой такой соус маринад, который мы замочили. Лучше, чтобы креветки, конечно, чтобы креветки полежали минут 10-15. Там было у нас оливковое масло, лимон, чесночка мы выдавили туда, поперчили, немножко посолили. Все это мы облили креветки, они постояли. И в горячую духовку, которая уже была горячей 200 градусов, мы поставили на 5-6 минут. Потом мы взяли соус песо, положили ее на кончик хвостика, это песо, чуть размазали и запивая белым вином, по-моему, это было прекрасно. Напоминаю еще следующее, что те люди, которым этот эфир очень понравился, они могут его посмотреть еще раз. Специально мы будем его повторять завтра, то есть в пятницу в 17.00. Мы обязательно вам покажем еще раз. Вы можете смотреть на видео, на видео, можете сделать покрупнее экран. Вот, я, конечно, шучу. Я очень хочу, чтобы аудитория наша расширялась, только для того, чтобы мы все вместе думали о кино. И вы знаете, совсем в завершении, я хочу сказать, что я прочитал книжку вот эту Дэвида Линча «Поймать большую рыбу». Это такое сочетание интересное. Мы тут сделали передачу «Большую рыбу», а он пишет, чтобы поймать большую рыбу. Вы знаете, я разочаровался этой книгой, к сожалению, потому что я очень люблю не все, но многие картины Дэвида Линча. Я не думал, что он так поверхностно будет писать о кино, о себе. Он пишет о медитации, не пытаясь объяснить, что это такое. И вообще, знаете, чисто американская история, да, мировой бестселлер от культового режиссера 20 века. И вот, например, там, например, просто одна глава, все, больше ничего нет, вот это глава. Да, и вот такая книжка вся. Вот, поэтому очень странная такая вещь. И, кстати, говоря о музыке в кино, он здесь пишет, ну, на мой взгляд, такая простая вещь, но он об этом пишет, что ни в коем случае не надо брать в кино музыку та, которая вам нравится. Берите ту музыку, которая подходит в кино. Но мне кажется, что это на уровне 70-летнего мужчины, снявшего такие прекрасные картины, так рассуждать мне было как-то некомфортно. Хотя при этом мне нравится «Малхоун Драйв», «Бархат», ну, много всего там, «Твин Пикс» и так далее. Есть очень хорошие картины, но всем рекомендую, если кто-то любит такую литературу, записки о себе, о своей работе «Феллини о Феллини», это прекрасная книга, или есть записки Тарковского, когда вы читаете, видите, как человек сомневается, как он ищет, да. А есть чисто по-американски, так делать, так не делать, а просто медитировать с утра и до обеда. Я как-то так большего ожидал от уважаемого мной режиссера. Но все равно я читаю, и все равно там новое кино появится, я буду смотреть, потому что это очень важно двигаться вместе с режиссером. Может, у него такой период времени такой, что он книжку такую написал, может, это рынок его заставил так, пиши вот так просто. Поэтому я надеюсь, что вы очень непростые зрители, и это так хорошо. Так хорошо, когда мы все сложные, и так хорошо, когда мы можем с вами встречаться раз в неделю. Знаете, такой уникальный случай – раз в неделю встречаться с симпатичными мне людьми. И я надеюсь, что канал и наша передача тоже симпатичная, с которой вам уютно кому-то приготовить креветки, посмотреть на интересного гостя, посмотреть какие-то фильмы, которые вы не видели. В общем, всего вам наилучшего. Следующая передача «Спецэффекты. За» или «Против». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok